Меня зовут Никита, и я горазработчик в DataArte. Но на самом деле и не только горазработчик, уже и Java-разработчик, и все на свете, потому что интересные проекты. Ну, как раз об этом мы и будем говорить. Тема называется очень длинная HappyLudger Fabric, и как мы это все применяли, и как боролись и улучшили производительность. Но в целом, перед тем, как мы поговорим о всех этих интересных вещах, маленькое превью перед этим, то есть история этого проекта. Суть в том, что это не проект, который однажды к нам пришел и сказал, ребята, давайте создадим что-нибудь на Гиппере, Fabric это весело, это хорошо. Нет, у нас был, по сути дела, готовый продукт на совершенно другой технологии. Технология называется корда. Кто-то смеется и знает. Наверное, а вы были на… Вы были, я вас знаю. Но, тем не менее, тут совсем чуть-чуть о корде. Что это такое? Это тоже Distributed Ledger. У него есть интересные идеи касательно хранения данных, конкретно приватности, и о том, как с ними работать. Flow. Собственно, я расскажу об этих двух моментах буквально несколько минут, и мы перейдем о том, как мы начали жить с Гиппером более плотно, и вот что случилось потом, после того, как вы меня в том числе видели, потому что здесь есть продолжение. Собственно, два момента. Первый ключевой момент касается приватных данных и хранения этих данных. В отличие от многих Ledger, многих блокчейн-технологий или основанных на этом всем, неважно, корда пошла немножко своим путем. Ключевая разница заключается в том, что если организация или набор нот, или что угодно в терминах конкретной сети не знает о существовании каких-то конкретных данных, то они никак не узнают и никак не провалидируют существующие взаимодействия. Это ее ключевая особенность и ключевое отличие. Это и плюс, потому что если вы хотите устроить по-настоящему приватную сделку, то ничего не помешает вам это сделать. Но в этом и минус, потому что если вы хотите находиться в какой-то глобальной сети и хотите иметь какую-то надежность в том, что происходит между другими участниками, как-то это все валидировать, то там начинаются некоторые нюансы. Я не буду рассказывать о нюансах конкретно коротой, потому что доклад не об этом. Если вы захотите, можно потом задать вопросы, без проблем. Но в целом это один ключевой момент. Второй ключевой момент касается взаимодействия между этими самыми нодами, между организациями, так называемые flow. По сути своей это то, что во многих других системах называется смарт-контрактами или любыми другими взаимодействиями, которые позволяют главным образом изменять данные. Здесь ключевые главные отличия заключаются именно в формате передачи данных, их валидации и взаимодействия с ними. Когда вы можете не просто иметь какой-то процесс непрерывный, но иметь процесс, который можно прервать, например, на месяц, потому что человек должен подписать физический контракт, а потом его продолжить. Это все достаточно неплохо реализовано с точки зрения именно как идей, так в принципе и технологического подхода. То есть все это очень хорошо взаимодействует между собой. Но это аккорде. На самом деле все было бы хорошо, и мы бы продолжили работать с ней, но есть масса минусов. Во-первых, технология была достаточно сырая, она ей остается. Мы сталкивались с массой проблем, и в том числе с перформансом. То есть то, о чем мы будем говорить здесь в гипере, потому что мы считали, когда мы перешли впервые на гипер, что это манна небесная, и что наконец-то мы сможем с помощью простой смены технологии и простых двухмесячных овертаймов положить начало чему-то более хорошему и более надежному. Ну, нет. Если говорить о аккорде, что происходит, и что нас главным образом оттолкнуло, то помимо нестабильности, в том числе в перформансе, нас оттолкнуло еще и модель ее распространения. Официально она open source, и мы можем ее использовать как хотим. Но есть некоторые нюансы. Она не вся open source, во-первых. И если мы потом используем какие-то части фреймворка, которые предлагает R3, это компания, которая создала Cordo, то мы сталкиваемся с проблемой, ограничением, выставленной именно вручную. Это не техническое какое-то ограничение или какая-то техническая проблема. Касающаяся того, что в целом мы можем работать только в режиме single thread, то есть однопоточно. Если мы хотим, мы должны покупать enterprise лицензию. Enterprise лицензия сразу подразумевает то, что мы должны купить пакет деплоймента, потому что иначе деплоится нехорошо, и там есть какие-то приватные части. В целом начинается сразу такая связка, за которую нужно платить много-много денег. Наш заказчик не захотел платить. Я не знаю, наверное, это не секрет, потому что, в принципе, можно позвонить в корду и спросить. Вот это вот все около миллиона фунтов для того, чтобы все это разместить и крутить в течение года. Что, в принципе, дорого даже для серьезных компаний, особенно если это что-то негарантированное, скажем так, потому что это всего лишь сеть. И поэтому мы ушли на гипер. Первые наши настройки и первые взаимодействия с ними были очень такими базовыми, потому что, несмотря на то, что у нас был какой-то опыт работы с ним, мы решили, давайте попробуем идти максимально прямым, простым путем. Мы использовали какие-то стартовые рекомендации, внешнее хранилище данных, couchdb и в целом самую простую форму сети. Мы просто брали и пытались создать с помощью чейн-кода в гипере какие-то аналоги flow, которые у нас были в кордоприложении. То есть какие-то прямые аналогии. И в целом это не получилось хорошо. Почему? Потому что у нас случились огромные проблемы именно в performance, потому что то, что работало хорошо в корде, а конкретно вот эти вот самые flow, которые я подсветил в начале, когда мы можем взять и приостановить какой-то процесс, что-то провалидировать с точки зрения человеческого взаимодействия через веб-приложение обычное, чтобы он потом это послал специальным образом уже в Ledger. Здесь такого не было. И за счет того, что нам некоторые аналоги были нужны, у нас все получилось катастрофически медленно. То есть если говорить более технически, это все вылилось в том, что у нас были огромные толстые транзакции с кучей данных, и все это пыталось залезть именно с помощью одного какого-то запроса на запись, то есть вызова инвокейшн-чейн-кода. Все это очень неудобно, все это очень долго. И соответственно, если посмотреть на взаимодействие наших организаций, мы пытались сделать максимально прямой подход, который не заработал. В чем он состоял? В том, что если у нас есть какие-то приватные данные, которые не должны были распространяться на некоторые организации, то самый естественный, по первой мысли, первое начало, способ распространения этих данных заключался в том, чтобы независимые эти организации положить независимые ченнелы между собой. То есть представьте себе, у нас есть организация, которая обладает всеми знаниями, она должна находиться одновременно во всех ченнелах. Но это тоже нетривиальная задача, потому что, по сути дела, мы должны создавать какие-то реплики и копии, и их потом синхронизировать между собой. И соответственно, несмотря на то, что внешне это кажется здравым, давайте попробуем создать такое, что при любой практической реализации, и буквально через несколько дней мы это поняли, что это нехорошо. То есть это требует очень больших усилий, синхронизация происходит медленно, нестабильно, и мы, что самое неприятное, должны писать ее руками, как надстройку над Hyperledger Fabric. Мы сталкиваемся с такими неприятными ситуациями. И мы решили двинуться в что-то более практическое. В целом мы отказались от ченнелов полностью. У нас один ченнел для всех организаций во всей сети. Мы используем Private Data. Private Data, в принципе, штука очень удобная. Она чем-то напоминает конструкцию, которая была в корде, с одним большим нюансом. Чтобы все-таки гарантировать валидность данных, мы все еще рассылаем через ордер, специальную единицу в Hyperledger, хэш о происходящих транзакциях. То есть даже если организация, вернее, пера состоит в какой-то организации, которая не имеет представления и не имеет доступа к данным, какие были записаны, или к каким-то операциям, которые произошли, то есть к каким-то изменениям через транзакцию, в любом случае она получит в себя хэш транзакции. И таким образом в случае необходимости сможет провалидировать ее. Да, Anchor Peer, который в любом случае получает. И, соответственно, у нас происходит валидное сохранение данных приватных в пирах, которые имеют возможность это все получить организация. То есть там есть пиры, которые через Gorship Protocol между собой общаются и передают эту информацию. И ордер распространяет для Anchor Peer информацию, хэш информацию о происходящих транзакциях. Таким образом мы продолжаем соблюдать валидность сети, мы можем продолжать наблюдать какие-то правильные тенденции. Но в любом случае после этого мы столкнулись с проблемой, что у нас данных много. Это уже такое вот отступление, потому что мы вроде бы победили проблемы архитектурные, когда мы не знали, как работать с сетью. Мы научились таким вот методом пробы и ошибок. Мы довольно быстро пришли к чему-то оптимальному. Но мы столкнулись с той ситуацией, что нам, в принципе, по бизнес-логике и по бизнес-процессам необходимо работать с какими-то огромными массами данных, какие-то, в принципе, неподъемные. То есть обычно в бенчмарках, мы очень много смотрели, традиционно указывают, мы использовали транзакции объемом 1 килобайт, 4 килобайта, какие-то такие, которые достигли результатов 500 тысяч транзакций в минуту в таком духе. У нас, опять-таки, по необходимостям, изначально мы не разбивали, нам необходимо было выкладывать что-то в стиле транзакция размером 800 килобайт за транзакцию. То есть полтора мегабайта самые большие были. И, соответственно, это абсолютно нежелательно для использования в гипере. И к чему мы пришли как следствие? Мы пытались разбивать это на батча. Там подошли другие нюансы, потому что в этом случае нам приходится взаимодействовать с самой сетью и каким-то образом, чтобы фронт-энд-приложения наши, то есть наш бэкэнд и все остальное, могли каким-то образом взаимодействовать с этим процессом. То есть для пользователя в итоге это получилось что-то очень красивое, хорошее, потому что он знает, что происходит внутри, он знает процесс, как это все постепенно происходит. С точки зрения гипера тоже оказалось все очень хорошо. И очень хорошо конкретно с версии 1.4 и 1.4.1, потому что там ребята починили SDK совместимым для Java Event Hub, и мы смогли безболезненно пользоваться событием, потому что до этого нам необходимо было взаимодействовать с ними, скажем так, нетривиальным способом, обходя стандартный SDK, потому что там были некоторые несовместимые проблемы. И в 1.4 и 1.4.1 стало все прекрасно в этом плане. Мы просто создаем теперь события, когда у нас происходят какие-то части обновлений. И таким образом мы говорим о том, где мы находимся сейчас, как происходит процесс записи вот этих вот нескольких транзакций. Вот, к сожалению, нельзя сказать о том, что там все еще соблюдается полная консистентность в том плане, что у нас есть 10 тысяч транзакций, которые небольшие, которые мы можем гарантированно отослать, потому что они все достаточно маленькие. И мы для этого специально на бэкэнде устраиваем механизмы, которые гарантируют эту доставку потом. Но именно на уровне организации передачи данных мы дошли к оптимизации на этом. То есть по показателям изначально у нас были очень хорошие результаты производительности у нас изначально, то есть до всех-всех-всех улучшений, было около, может быть, 20 вот таких вот огромных толстых транзакций в минуту. И мы постепенно с помощью этих транзакций, эффективно в разбиении этих транзакций на батче, эффективно выросли до приличных размеров, до приличных чисел с точки зрения чистых метрик каких-то бенчмарков и в том числе с точки зрения взаимодействия с пользователем. Потому что когда мы получаем какие-то быстрые ответы от самой сети, мы получаем и быстрый ответ в приложении. И, соответственно, с точки зрения уже конечного пользователя мы добиваемся адекватных результатов, которые можно как-то применить и с которыми можно жить. Ну, собственно, еще один интересный момент, который касается гипера. Изначально мы, точно так же, как используя Flow, стремились совершить все вычисления в нем. Мы пишем чейн-код на Go чистом, без всяких обвесов, потому что есть разные фреймверки, которые позволяют взаимодействовать с чейн-кодом, по сути дела, как с отдельным сервисом и через специальный API к нему стучать. Разные особенно, в основном, Node.js-овые всякие фреймверки. Мы говорим именно о чистом чейн-коде на Go. И, в принципе, изначально мы стремились положить все вычисления, которые нам необходимо делать. В основном это финансовые вычисления, которые необходимы были, которые мы могли делать именно в нем. Но мы тоже столкнулись, как только перешли на private data, с некоторыми сложностями. В частности, если мы хотим использовать какой-то сложный запрос, не поиск по ID, по ключу, мы вынуждены отказаться от, по сути дела, этого поиска, потому что мы вынуждены перейти в другую транзакцию. Потому что когда мы ищем данные при использовании private data, по сути дела, из private data, не по key, не по первичному нашему ключу какому-то для наших данных, мы сталкиваемся с запрещением, по сути, своей на взаимодействие, потому что в этом случае это ограничение физическое. Которое выставлено самим чейн-кодом, что мы не можем валидировать и гарантировать, что там произошло. Потому что, по сути дела, там лог на чтение, потому что вдруг это private data уже изменилось. Потому что там у нас идет через обмен не от ордера, который выбрасывает эти изменения и, собственно, рассказывает всем пирам об этом. Но вместо этого пиры между собой общаются. Соответственно, если они не были синхронизированы в тот момент, когда это было взято, чейн-код не может гарантировать о том, что данные, которые мы получили, актуальны и консистентны. Это тоже несколько нас ударило, потому что сначала мы пытались разбивать это все как-то хитро в чейн-коде, но в итоге мы отказались от этого всего. И у нас получилась интересная система, что мы не используем гипер для каких-то вычислений. Вместо этого мы действительно используем его основным образом как хранилище, которое валидирует что бы то ни было. То есть это такой подход, который, с одной стороны, кажется очевидным, ведь, по сути дела, это же блокчейн, где мы должны складывать какие-то данные и после этого при необходимости использовать их и валидировать их. Но изначально идея заключалась в том, чтобы иметь полноценное приложение. И если вспомнить о том, что говорится вокруг HappyLogy Fabric в целом, предполагается, что чейн-код, особенно его огромный бонус в том, что можно писать на полноценных языках программирования, то есть что вам больше нравится, то есть Node.js, Java, Go, а не на сухом языке, ну не сухом языке, но каком-то искусственном языке, созданном специально для блокчейна. И такая вот изначально логика человеческая подсказывает, что можно было бы точно так же использовать и в целом полноценные какие-то вычисления внутри. И на самом деле у нас до сих пор остался след этого в том плане, что у нас там наблюдается полноценная инфраструктура с точки зрения приложения. То есть это не простые, взять, положить какие-то обработчики, события. Это полноценное приложение, и при необходимости мы там можем взаимодействовать очень глубоко и интересно. То есть там целая архитектура под это заложена была. Но в итоге не пригодилось. У нас вычисления все происходят теперь на, скажем так, на фронт приложений в бэкэнде. Собственно, на Java приложение полноценное. Еще одно улучшение, которое было проведено, это кэш. Собственно, когда мы начали взаимодействовать с этими самыми большими объемами данных, которые смогли уже наконец-то успешно положить в Hyperledger, началась другая проблема, потому что, во-первых, Private Data не умеет делать пагинацию какую бы то ни было, как ограничение ее. То есть публично может, если мы просто берем данные, но по какой-то причине такой возможности для Private Data нет. И в целом некоторые другие ограничения, касающиеся в том, что это касающиеся того, что это не SQL-хранилище, и у нас данные все-таки имеют взаимосвязи между собой, они реляционные, потому что приложения в натуре свои все-таки реляционные, и за счет этого мы решили использовать кэш. Это POSQL-база, которая получает информацию двумя способами. Первым способом это через те же самые события, когда мы знаем о том, что что-то было успешно записано в Hyperledger, мы узнаем через события, что это за данные были, синхронизируем кэш, получаем эти данные, и в правильной уже, скажем так, инфраструктуре, в правильной взаимосвязи между этими сущностями, их связями между собой, кладем их в кэш. И второй способ, когда у нас просто поднимается приложение над сетью, мы обозреваем текущую сеть и делаем ее слепок, соответствующий в пакент-приложении. Таким образом, за счет того, что у нас вначале стартап немножко затягивается, несколько секунд на самом деле, в принципе, это не критично, мы получаем кэш-базу, с которой мы взаимодействуем и таким образом экономим намного больше времени и ресурсов, вместо того, чтобы пытаться ускорять и напрямую взаимодействовать с Hyperledger в этом плане. То есть из таких вот моментов можно посмотреть, какие же ключевые были обновления. Первое обновление — это оптимальная инфраструктура, когда мы взяли private data и отказались от использования нескольких ченнелов. Это сразу же облегчило работу нам, потому что мы были вынуждены в противном случае синхронизировать что-то руками. Сейчас нет. Следующее изменение, которое мы пришли, — это взаимодействие на уровне бачей данных. Когда у нас данных достаточно много, чтобы их отправлять, для того, чтобы гарантировать доставку каждого отдельного сообщения, вместо того, чтобы собирать огромную пачку, которая может, например, просто упасть, если неправильно настроенная сеть, например, если у нас такое было в самом начале, когда мы локально занимались разработкой, и вынуждены были проверить отправку больших данных, большого количества данных, у нас просто случались ошибки в стиле тайм-аута, потому что ордер не дожидался, хотя хотел что-то получить. В итоге чейн-код, когда все-таки отсылал, уже было поздно. Разбиение на транзакции, как адекватные маленькие моменты. Следующий момент — использование кэша и событий для него, потому что без событий на самом деле это немножко бессмысленно. Следующее, кстати, улучшение. Оно не имеет отношения к Happy Ledger напрямую, но в целом использование событий в связке с веб-сокетами для именно уже конечного пользователя и как следствие лучшего его, назовем это страшным словом, user experience, когда он может понимать, что происходит в системе в реальном времени или близко к реальном времени, это по-настоящему удобно. То есть мы добились этого тоже. В итоге события нам очень сильно помогли. И в целом, если так смотреть, то за вот эти вот, дайте посчитать, четыре месяца, по сути своей, когда мы смогли отказаться от корды и перешли на Happy Ledger, в принципе, знаний на уровне, я там что-то для себя вечером поднимал, потому что интересно было. И до момента, когда мы смогли, это как команда, вот несколько раз пересмотреть, ну вот эти маленькие именно отдельные кусочки, и несколько раз улучшить, постепенно добавляя какие-то новые ключевые детали использования самой технологии, то есть начиная от просто сырой технологии, как вот эта база, и мы считаем, что это там бедный родственник MongoDB, потому что запросы похожи. И в конце концов, придя к пониманию, как с этим работать, это, мне кажется, очень интересный опыт, интересное взаимодействие. И в целом, я думаю, что вот мы, как команда этого всего, понимаем, что, чего мы добились сейчас и что мы хотим все-таки сделать дальше, то есть из следующих шагов. То есть у нас все еще есть несколько ключевых моментов и таких вот задач, которые хорошо бы решить, потому что я рассказал о кэше, я рассказал о синхронизации их через события и рассказал о том, что мы делаем все вычисления на бэкэнде. Но при этом, вот о чем я умолчал, и я умолчал не случайно, это момент, как нам все-таки гарантировать тот момент, что данные, которые попадают в CopyLedger, все-таки валидные, то есть те, которые мы ждем. Потому что потенциально, ну, любой из вас может спросить или, в принципе, у нас заказчик это время от времени спрашивает, и мы рассказываем ему текущие варианты о том, как у нас пока есть время, и что мы планируем сделать в дальнейшем. Например, момент, что если данные, которые нужны для вычисления, которые хранятся в кэше, как исторические данные, становятся, скажем так, невалидными за счет того, что они были подделаны. Например, кто-то получил доступ к базе, потому что потенциально к PostgreSQL получить доступ, в принципе, тоже задача, но задача более простая, чем, например, взять и компрометировать всю сеть HappyLedger. Ну, да, немножко. Немножко дешевле и немножко проще. Да, то есть что в этом случае? Потому что если мы используем кэш, и мы в этот момент, скажем так, прозевали, то в следующий момент, когда эти данные уже окажутся в HappyLedger и синхронизированы будут в нем, в принципе, вот эту вот ошибку достать будет оттуда уже очень тяжело и дорого, потому что она уже там. То есть ее положили просто через нас. И это по-настоящему хороший вопрос, над чем подумать. В принципе, готовое решение. Сейчас даже, наверное, я вам сказать не готов. Не зря это в следующих шагах. Но в целом есть разные варианты, касающиеся именно проверки этих валидных данных. Потому что у нас был вариант, когда мы пытались провести нечто похожее на транзакционность в MongoDB. Когда мы перед тем, как положить какие-то данные, данные, которые являются базой для наших результатов, достаем из сети и проверяем, они или не они. И если они такие же, если они не были изменены, мы считаем, что все будет хорошо. И кладем эти данные. Если нет, то мы считаем, что нам нужно что-то переделать и перепосчитать, и достаем данные из HyperLedger. Но это медленно, это неудобно, и неоптимально. Ну, скажем так, очень сырое решение. В принципе, какие еще есть интересные моменты, касающиеся того, что в принципе у HyperLedger тоже есть технические ограничения. То есть если мы берем HyperLedger из коробки в целом, а мы не изменяли именно исходный код его, то там тоже есть ограничения, касающиеся, например, записи. Потому что у нас он однопоточный на запись. Мы можем читать, но при этом, если мы хотим взаимодействовать одновременно с одной и той же перой, с одним и тем же чейн-кодом и делать несколько моментов на запись, мы все равно вынуждены ждать, грубо говоря, потому что мы стоим в очереди и по одному наши запросы проходят. В общем-то, это техническое ограничение, которое тоже можно обойти с помощью инфраструктуры. То есть самая простая идея, и в принципе это подтверждается опытом других каких-то реализаций, заключается в использовании самой простой очереди, потому что если мы просто вместо того, чтобы ожидать на уровне Hyperledger, будем ожидать записи на уровне инфраструктуры приложения, в целом весь опыт станет более надежным и более стабильным. У нас сейчас Raft. Мы в Kafka именно так вот на продакшене не успели, потому что локально у нас был сингл-ордер, на продакшене, когда мы начали поднимать, скажем так, передавать заказчику какие-то знания и информацию, уже была версия 1.4.1, и мы начали использовать сразу же Raft, потому что он в принципе намного легче с точки зрения инфраструктуры, а там ребята, которые именно с Hyperledger им опыта не имели, и за счет этого им было бы сложнее поддерживать более сложные инфраструктуры, и в принципе Raft для нас, скажем так, более прост. В общем-то. Ну и в целом, по ощущениям, таким вот субъективным очень, как это все происходило, как происходила разработка, и как она происходит сейчас, она происходит, скажем так, полегче, чем в корде. Нет ограничений, которые навязываются сверху. Есть возможность подходить к одной и той же задаче, к одной и той же проблеме, в принципе, как ты рассказал, с каких-то разных сторон, и даже если с первого раза получается не супероптимальное решение, почти наверняка есть какая-то альтернатива, в которую можно перейти. То есть переходить, скажем так, на третью блокчейн-технологию, чтобы попробовать, а вдруг, ну, наверное, смысла уже нет, и это, наверное, хорошо, потому что чувствуется, что у нас есть какой-то, скажем так, прогресс, и есть чувство того, что эта технология, она сможет довести туда, куда мы хотим. В общем-то, из заключения, что, вот как я уже говорил, чувствуется, что решение хорошее, и если у вас есть какие-то вопросы, я буду очень рад на них ответить. Да. Да. И смотрите, здесь получается, в идеале, например, можно постоянно подкачивать кэш и постоянно работать с кэшем и всегда максимально свежим. Да. А можно сэкономить трафик и подкачивать кэш, например, там, раз в 10 секунд условно. А как вы вот этот баланс… Смотрите, у нас приложение не является публичным, то есть нет такой ситуации, когда может пользователь с условной улицы войти и там что-то свое сделать. И, в принципе, предполагается, что там будут именно пики трафика. То есть там это финансовая компания, которая захотела организовать для своих, скажем так, соучредителей и членов большой вот этой вот, как это, надо организации, назовем это так, каких-то членов одной сети. Именно такой вот инструмент. И за счет этого там все, скажем так, очень структурировано и четко. И в итоге ситуация заключается в том, вот по поводу сети, что мы, скажем, может быть, мы в этом плане немножко поленились, но каждый раз, когда у нас происходит некоторая запись или любое изменение состояния в гиперлоджере, мы провоцируем события и параллельно записываем для гарантии в специальную коллекцию событий, что произошло такое событие. Ну, по сути дела, там у нас немножко event-driven получается. И когда у нас происходит это событие, мы, соответственно, для бэкэнда, для приложения уже самого, подтягиваем соответствующие данные, либо если он только поднимается, как я говорил, мы синхронизируемся через вот этот вот набор данных, которые находятся в коллекции событий. И таким образом, в каждый момент времени, теоретически, у нас всегда актуальные данные, потому что мы знаем, что ничего больше не происходило. То есть у нас просто нет такой ситуации, когда что-то произошло, а мы не знаем, что. Спасибо. И скажите, а тогда еще, знаете, какой момент. Вот подкачиваете свежий кэш. Да. А старый кэш сохраняете, чтобы на всякий случай сравнить? Это тоже интересный момент. В DEF-окружениях нет. То есть у нас, если запись в Hyperledger имеет один и тот же ключ, ID, то точно так же запись имеет один ключ и в базе. И, соответственно, они перетираются. Если мы говорим о продакшн-решениях, то там включено версионирование и можно дампы вытягивать. Спасибо за доклад. У меня несколько вопросов. Давайте по порядку. Значит, расскажите, почему у вас такие большие транзакции? То есть какой тип информации там? Почему? Да. Много. Ну, смотрите, ответ, я не знаю, насколько вот может, наверное, можно. Это финансовая большая организация, занимающаяся страхованием, и это главным образом информация о страховщиках. Документы. Документы. И не именно документы, что вот там имя, фамилия и паспорт, скан паспорта, это именно финансовая их информация. То есть это просто огромные файлы отчетности, где есть там миллионы записей. То есть вот именно на таком уровне. И просто когда мы начинали этим заниматься, у нас стояло требование, что у нас должен быть файл, там из CV-шки передается, в котором есть там на разные 10 так называемых контрактов, это объединяющие сущности, чтобы на каждой из них было 100 тысяч записей в файлике. И получается вот их 10, на 100 тысяч мы получаем, получаем. А вариант вынести файлы на какой-то сторож типа IPFS, зашифровать, положить и работать с ним? Нет, потому что потом на основании данных, которые находятся в этих файлах, необходимо проводить финансовые вычисления, которые уже необходимо положить как раз в Hyperledger. То есть все вот эти финансовые отчеты, то есть сколько кому должны в итоге выплатить, находятся в них. Вычисления вы говорили, вынесли потом на клиента, а нет момента недоверия к таким роду расчетам? Вот это как раз момент, который я подсветил. То есть потенциально такой момент может зародиться, что вот может быть у нас данные не те. Но вот теоретически это закрытая система, то есть туда даже без VPN не добраться. И если кто-то сможет компрометировать вот кэш-базу по сгрузке то да, потенциально данные находятся в опасности. Ну, на самом деле находятся в опасности. Но в противном случае доступ к ним минимализирован таким образом, то есть все находится где-то у кого-то внутри защищенное и только сеть синхронизировано. Так, вопрос по поводу используете ли вы в процессе работы какие-то еще дополнительные штуки с HyperVisor для работы с фабриком? То есть это Composer, это Sela? Ну вот как раз то, о чем я говорил, что мы используем чистый Go, напишем просто ChainCode и соответственно вот у нас была идея в самом начале, но нас отпугнуло то, что вот Composer по-моему начал считаться устаревшим проектом и мы его закрыли, на его месте переоткрыли какой-то аналогичный проект, который называется аналогичным образом на JS и в общем-то то есть да, ну кажется так просто вот мы на него посмотрели и решили а давайте писать свое потому что нам нужно именно как мы думали, что нам нужна гибкость именно в вычислении и всем остальном то есть в итоге гибкость в вычислениях и всем остальном нам не понадобилась скажем так но именно возможность что-то сделать в ChainCode у нас все равно есть то есть не просто обработка события простите, пожалуйста не просто обработка события но именно полноценная какая-то бизнес-логика если нам необходимо но мы стараемся не разделять потому что в этом случае у нас появляется там валидация на уровне кэшбаза вдруг мы что-то туда не то положили. Там, кстати, строгая валидация просто еще в том числе. То у нас на уровне бэкэнда есть какие-то тоже взаимодействия, то у нас в CouchDB мы что-то там кладем индексы и смотрим. Ну и так далее, и так далее. То есть, чтобы не разделять максимально дроби, не дробить, мы стараемся сейчас концентрировать бизнес-логику именно в бэкэнде. Но в целом возможность есть. Расскажите про environment, на котором вы живете, на Dev'е и на Prode. Да. Вас интересует именно мощность? В данном случае интересует хостинг, то есть, где вы хоститесь, и какие при этом ресурсы вы используете? Да. Собственно, про Dev'е в моменты перформанс-тестинга для того, чтобы гарантировать, что у нас какие-то стабильные результаты и все остальное. Мы, вся инфраструктура не заказчика, не production находится в AWS. По сути своей у нас есть несколько инстансов, которые объединены в сети, и на одном инстанте у нас крутится соответствующий бэкэнд плюс фронтэнд, его соответствующий. И так для каждого бэкэнда фронтэнда. Hyperledger сеть находится на отдельном инстансе, потому что для Dev'е окружения не принципиально. Там у нас поднят Docker Compose, в общем-то, который позволяет взаимодействовать с этим всем. По мощности я могу ошибаться, но, по-моему, у нас Xlarge, который 16 ядер, я не помню буквы в начале, был в лучшие времена, потом его спустили до 4, потому что и так хорошо. Ну, нам, в принципе, хватает мощностей. Да, да. И в плане оперативной памяти у нас 3 гигабайт на каждый отдельный инстанс. Я правильно понимаю, у вас просто был серый интенс, на который мы уже сами докером разворачивались? Вы не пробовали их личную инфраструктуру, которую они предоставляют по фабрике? Вот это как раз ключевой момент. Наверное, даже интересно было бы рассказать о нем, потому что со стороны заказчика ее очень хотели, но есть ключевая проблема в Amazon Management Blockchain в том, что там версия 1.2 фабрика. И, соответственно, у нас есть ключевые сразу проблемы. Во-первых, там работа с Private Data неоптимальная. Мы даже обсуждали это именно с точки зрения клиента. И в итоге их техническая команда согласилась, потому что нецелесообразно отступать назад. То есть там неоптимальная работа с Private Data. И ключевой момент, вот нам бы не получилось бы так сделать хорошо кэш, потому что взаимодействие с событиями там, скажем так, тоже неоптимально. Назовем это так. Private Data. Вы имеете в виду SiteDB или что-то еще? Не только SiteDB, а именно в целом вот Private Collections, вот эти вот все моменты, которые гарантируют приватность на уровне базы данных, ну, на уровне хранения данных в фабрике. SiteDB вы не пробовали у себя в проекте использовать? SiteDB это CouchDB, которая просто в стороне находится от гипера. Это более секьюрное, как раз для хранения от приватных данных? Ну вот нет. У нас, по сути дела, мы ориентировались по докам, когда мы это все сетапили. На тот момент, по-моему, этого варианта не было озвучено. Это свежая, да? Вот надо почитать, посмотреть. На тот момент у нас было два времени. Это LevelDB и CouchDB. LevelDB, она является in-memory, и мы отказались от него почти сразу, потому что нам нужен был контроль над данными. То есть CouchDB мы можем условно вынести в отдельный инстанс или что-то, или кластер, и взаимодействовать уже с ним. Ну и в целом, на тот момент это было особенно критично, потому что LevelDB не позволял запросы делать сложные. Да. 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 Вы затронули по поводу деплоймента. Хотелось бы узнать, ну, у вас закрытая сеть, как бы, Hyperledger, как я понял. Есть, допустим, там 2-3 компании. Да. Сколько компаний у вас, то есть сколько вы опираетесь на количество пиров будет в этих компаниях? А в целом? И как будет это удобно все деплоить? Но от одной компании, второй, третьей? То есть это нужен какой-то специальный человек, который это будет все раскидывать в сеть? Ну, я начну с конца. То есть по поводу человека, изначально предполагалось, что это будет вот действительно какой-то специальный человек, но в принципе, как мы идем с этим дальше, мы предполагаем, что у нас в идеале, скажем, через время должно появиться что-то вот для конкретно этой сети. Нечто, это амбициозно, но нечто вот на вот managed blockchain для Амазона. То есть чтобы мы имели возможность автоматически это все поднимать и приопускать. Но это в идеальном мире. Сейчас специальный человек. вот так. А то, что касается, напомню, начало вопроса. Ну, количество компаний. Да, 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 да. То есть сейчас у нас приблизительно. Сейчас три, потому что это именно те, которые сразу согласились это использовать, еще потенциально две. То есть и в принципе мы пытаемся это все организовать так, чтобы их принятие было относительно безболезненным. то есть вот так. Да, 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 да. Они должны друг друга... Да, да, да. А то, что касается их инфраструктуры, я помню продолжение вопроса, именно как по организации. У них есть у каждого anchor peer и по две peer для того, чтобы эндорсеров, собственно, взаимодействовать с ними. Да. Ага, теперь понятно. И я правильно понял, что вы использовали в целом, вы упомянули Go, композер... На Node.js написан. Или вы не об этом? Не-не-не. Я про SDK. Композер, который Hyperology Composer, вы, понятно, не рассматривали, потому что это прорывка концепта в целом для большинства проектов был. И сейчас он вообще, сколько я знаю, запаузен, да? Да, это правда. Либо IBM, да, это было? Ну, изначально это был open source продукт. Они взяли под крыло, но в итоге он стал устаревшим и obsolete, по сути своей. То есть не используется. И на его место аналогично другой тоже используется. Но он примерно по функциональности просто расширяет идеи композера. То есть в целом вы как бы держались native, да, скажем так? Да, native. Расскажите, как вы организовали у себя систему SEI? То есть в данном случае, в любом случае, ваши ноды должны быть где-то брать сертификаты, как-то проверять через MSP и так далее. Да, это тоже отдельная история, отдельная боль. Изначально, что-что? Организации клиента. То есть изначально мы планировали, ну, как вот для Dev окружения, это не было принципиально, поэтому в принципе инструменты для development нам вполне подходили. То есть вот эти вот все, которые создают на базе какого-то pre-generated сертификата и, соответственно, автоматически генерируют сеть. Сейчас мы используем Fabric SEI и в принципе мы добились такой вот автоматизации расположения. То есть мы просто рассказываем, какие у нас есть организации, какие данные про них. И в целом через, ну, немножко тоже примитивно, через, по сути, свой shell script мы создаем эту инфраструктуру и после этого мы можем ее использовать. То есть с одной стороны это не очень оптимально, потому что можно было бы как-то улучшить, с другой стороны это shell script и в принципе это достаточно удобно, потому что у нас сейчас, например, на локальном окружении просто Jenkins занимается всем подъемом, всей инфраструктуры. Вот как infrastructure. Да. Скажите, ну, сейчас вот у нас Hyperledger Blockchain Meetup, но вот если вы ушли от бизнес-логики, положенной в блокчейн, то, соответственно, тогда уже Hyperledger стал неинтересен. И теоретически, то есть есть ли вероятность того, что вот при других заказах или при чем-то еще вы перейдете на другой блокчейн, потому что если вы пошли по принципу не выкладывания бизнес-логики в блокчейн сам вовнутрь? Ну, кроме каких-то минимумов. То есть там все еще генерируются какие-то необходимые сущности. Но в целом это хороший вопрос, потому что он задевает более глубокую вот сущность, чем просто о гиперолитом или что-то, потому что, в принципе, это вот вопрос, а тогда зачем нам блокчейн, потому что вот у нас… Именно Hyperledger, в котором есть интересность писания на числе голов. Да. А тогда, раз этого нет, то тогда зачем Hyperledger? Ну, для конкретно нашей ситуации мы просто были вынуждены уйти, потому что у нас были какие-то технические требования, которые нам, ну, скажем так, мы не знали, как их обойти в той ситуации, кроме как вот того способа. Возможно, можно было оставаться именно во взаимодействии. Но в целом я уверен, что… По сути дела, да. Практически любое. Да, 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 да. Что касается конкретно Hyperledger, ну, с точки зрения вот именно больше личного мнения, как мнения разработчика или как команды, он хорош. То есть, в принципе, если у нас неспецифическая задача, которая требует точно таких же каких-то моментов, которые я рассказал, когда огромные объемы данных, необходимо, сложно что-то искать, а что-то более приближенное, скажем так, к оригинальным применениям Hyperledger, то в принципе мы совершенно без проблем можем… У них хороший саппорт, но в целом именно взаимодействие с самим блокчейн выполнено достаточно безболезненно. То есть, если вот так вот сравнивать, даже вот так вот, не широко, но в целом вот больше на личное мнение опираясь, то вот из всех блокчейнов, которые попробовали, это можно говорить, что вот сам Hyperledger и, наверное, немножко Ethereum, Ethereum, которые вот удобно использовать для разработки, которые не являются вот игрушками. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, по второй версии вы уже пробовали, трогали уже? Нет, к сожалению, нет. Мы очень хотим, потому что это сразу же будет обозначать для нас и улучшение с точки зрения инфраструктуры, потому что вот ответ, как бы мы хотели это делать, чтобы у нас был Kubernetes, который занимается менеджментом всего, но за счет того, что у нас сейчас, скажем так, ну, 2.0 довольно сырой, то есть он в принципе, какой сейчас стадии? Alpha, Beta, что там? Beta. И второй вопрос, который уже Kubernetes, вы даже не пробовали, не трогали. Скажите, у нас специально посвященный DevOps для этого есть. Он пытался вот позаниматься этим всем, и я там где-то тоже рядом что-то стоял, но в итоге было принято решение, что нет, потому что очень нестабильно, очень ненадежно, и в целом, если мы будем пользоваться не своим там self-host Kubernetes, а будем пользоваться чем-то в стиле OpenShift, потому что клиент OpenShift, он хотел использовать изначально только OpenShift, он, вот мы общались с их поддержкой, никогда не разрешит поднять отдельного контейнера через, ну, по требованию другого контейнера, то есть как это делается изначально, например, в DevCT для Hyperledger, то есть когда у вас есть контейнер, который, пир, который поднимает чейн-код пир, который вот это вот все. То есть OpenShift, как нам сказали, никогда нам этого не разрешит. То есть и в идеале, поэтому нам вторая была бы очень приятна, скажем так, но с ее неблизким релизом и у нас более близким релизом, назовем это так, у нас большого возможности и роскоши его щупать нет, к сожалению. Кроме Go, вы там пробовали остальные языки, там JS? Ну, именно в проекте нет, а так, ну, немножко для себя. JavaScript достаточно удобен в этом плане, потому что он позволяет писать быстро и просто. Ну, то есть, если необходимо что-то условное, почти на коленчатое. Плюс, вот что нам добавляет по-настоящему нод SDK, я считаю, ну, не SDK, возможность писать чейн-код. Это как раз возможность использовать что-то в стиле вот композера. Если вам вообще вот хочется абстрагироваться, там вот Hyperledger, какие-то дела, использовать максимально простые вещи какие-то. Потому что композер, вот когда мы еще только пробовали, только начинали и думали, что а может быть, то есть он позволяет нам экспортировать в принципе все и заниматься очень простыми вещами на уровне именно композера. Потому что им хотели гибкости и Native хотели, да. Простите. В принципе, если так вот смотреть, мы хотели именно каких-то серьезных вычислений. Ну, возможно. То есть в целом, из того, что вот при ощущении с ним, что он не то чтобы там не гибкий или что-то, а в том плане, что он простой и не позволяет некоторых вещей, которые хорошо, чтобы мог позволить обычный чейн-ход. В принципе, если я могу ошибаться, но у нас там работа с событиями в композере не очень хорошая. Именно на уровне взаимодействия с… Они есть, но вот они находятся на уровне как раз 1-2 и раньше. То есть то, что нам, к сожалению, не подходило. Анкеринг, какие-то публичные сети, вы не просчитывали, не продумывали? Этого уже было достаточно? Этого уже было достаточно. То есть мы думали, что вдруг мы попадем в IBM, потому что они предлагают какие-то решения, но в итоге отказались. А почему есть на секрет? Потому что… Ну, на самом деле, по просьбе клиента. То есть они хотели иметь вариант либо через Amazon, либо свой собственный. И хотели именно иметь контроль полный. То есть больше вопрос касается контроля. Хорошо, спасибо. Давайте, наверное, еще последний вопрос, и мы будем звать… Да. Да. Ну, если последний… Хотел бы спросить, по вашему мнению, какая перспектива хопероджера вообще в будущие годы? Два-три года, в следующих пять, может, лет. Это первое. И второе… Что-то хотел… Отвечать. Ну, окей. Как по поводу первого вопроса. По поводу первого вопроса. То есть я считаю, что это очень сильно зависит от успеха второй версии, на самом деле. То есть если вторая версия… Я прошу обращения, я не помню или забыл, или не знал, когда предполагается выпустить вторую версию? Ну, по-моему, дольше намного. То есть я предполагаю, по-моему, к концу 2019 года. Ну, вот бета. Ну, то есть если вторая версия будет успешна, я считаю, что будет очень хороший успех, потому что в этом случае у Hyperledger будет все. Во-первых, нет необходимости учить искусственный язык. Ну, искусственный-искусственный язык. То есть специально для блокчейна. Нет необходимости заниматься специфическими деталями инфраструктуры, потому что в этом случае вы поднимаете свой любимый Kubernetes или там все еще на коленке запускаете Docker Compose, который все это делает, и у вас все работает. И при этом он позволяет получать хорошие результаты для, скажем так, для полноценных продакшн-решений каких-то. То есть в целом сам Hyperledger, если вызывает какие-то сомнения у меня на данном этапе, главным образом это касается инфраструктурных моментов. То есть потому что вот сейчас мы проходим моменты, когда заказчик у себя локально поднимает QA и его от окружения, и он страдает от этого, потому что... Ну, я не могу это назвать иначе, простите. Потому что взаимодействие происходит именно на очень низком уровне, на очень ручном уровне. Ребята у них пытаются именно это все поднимать физически руками, это никак иначе не назовешь. То есть даже если мы передаем какие-то знания, они хотят свою собственную инфраструктуру, они попытались прикрутить Docker Swarm для того, чтобы обойти ограничения про OpenShift и Kubernetes, и у них есть на нескольких инстансах Docker Swarm, которые оперируют, и сейчас у них проблема с портами и видимостью. Ну, то есть это нельзя сказать, что это хороший опыт, скажем так. То есть я считаю, что вот если будет успешна вторая версия, если будет хороший деплой, у Hyperledger есть все шансы на улучшение своих позиций, потому что я считаю, что он в принципе и так уже является одним из доминирующих представителей. И, пожалуйста, один-два примера из… Вы сказали, ваш проект как бы он немножко специфический, потому что большие данные гоняются. Один-два примера из, по вашему усмотрению, из жизненных проектов, которые реально один в один подходят к Hyperledger. Теоретических? Теоретических. Окей. Но, смотрите, в этом случае нам нужно просто несколько критериев соблюсти. То есть нам нужно, чтобы у нас данные были не суперреляционными, потому что в этом случае мы начнем снова страдать с запросами, либо чтобы они не были приватными. То есть, например, из того, что я могу предположить, какой-нибудь публичный каталог, чего бы то ни было. То есть когда нам необходимо соблюдать, например, какие-то реестры, например, государственные. Они не суперреляционные, если мы не будем углубляться в них. При этом они должны быть публичными по закону, и, соответственно, нет смысла их прятать. И, соответственно, необходимо их валидировать, что кто-нибудь их не подделает и не скомпрометирует данные. То есть, ну, вот такой вот пример. То есть какой-нибудь государственный архив. Потенциально можно. То есть я знаю, что вот, например, эта тема была очень популярна и с выборами совсем не в Hyperledger, но в эфире. То есть вы можете сделать у нас абсолютно открытые выборы. Я не знаю, кто-то попытался ли голосовать так, но в теории это хорошо звучит. Hyperledger в этом случае аналогичен, но касательно данных больше, чем касательно обмена какими-то голосами и чего-то такого. То есть я, например, если взять вот так вот сверху голову. Очень хвалится плачейн в этом плане. Ну, здесь подходит. Да. Хорошо. Спасибо большое за вопросы. Я надеюсь, было интересно. Спасибо. 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 Спасибо.